Святый, Павел, Святый, Павел, Святый, В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь для чтения в этот день избрала Слава Христа Спасителя. Это молитва Отцу Небесному. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба голос и прославил, и еще прославил. Народ, стоявший и слышавший то, говорил, как всегда, ничего не понимая. Что же они говорили? Это гром. Другие говорили, а ангел говорил ему. Иисус на это сказал, не для меня был глаз сей, но для народа. И дальше объясняет, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. О чем он это говорил? Он говорил о том, что ему суждено по-человечески оставить свое тело и спуститься в ад. И в этом суд те, кто жил до него в ожидании пришествия в ад Христа Спасителя, те его увидят и будут выведены наружу. Что и случилось. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Это о чем? О том, что начинается новая эра. И то, что она началась, до сих пор большинство людей, к сожалению, не понимает. Мы, правда, не жили с вами тысячу лет назад, полторы тысячи лет. Когда люди, даже находясь на рынке, вели богословские споры. Потому что им было интересно, это они пытались жить поистине. И для этого хотели и узнать. Современному человеку это не интересно. Для них Бог стал абстракцией. А молитвы стали механическими. Молитвы перестали быть живыми. Люди читают молитвы. Но это скорее такое механическое упражнение. А настоящая молитва – это живой диалог с Богом. Так как вот мы друг с другом разговариваем, никто же из нас со словарем или по другой какой книге не разговаривал. Поэтому очень люди изменились во многом. Почему князь мира изгоняется вон? Если вспомнить, некоторые из нас взрослыми крестились, то всякие члены нашего тела – глаза, уши, ноздри, уста, сердце – запечатлевались святым миром. И священник произносил клятву. Даже лучше сказать не клятву, а такое обращение как бы от Бога. Потому что священник при совершении таинств он исполняет то, что для церкви повелел сам Господь. Ну, например, вот когда он являлся апостолом, он говорил – примите Дух Свят. Вот нечто подобное происходило при крещении. Все наши органы чувств запечатлены Святым Духом. Священник говорит – печать дара Духа Святаго. А крещаемый говорит – аминь. Что значит истинно так? То есть он с этим согласен. И с этого момента князь мира сего, он изгоняется. В случае, если, конечно, человек верует. Если человек принимает крещение формально, не понимая, что он делает, то он остается таким же, как он был. А если он с верой, с покаянием, то происходит благодатное изменение. И некоторые люди, даже, наверное, большинство, они всегда после крещения чувствуют особенный состояние души. Ну, а потом человек согрешает, кается в этом, у него нет никакого навыка. И благодать Святаго Духа отходит. И бесы, они вновь возвращаются в сердце человека. И жизнь продолжает такую же, какую он вел до своего крещения. И дальше Господь оповещает их. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Он имел в виду вознесение на крест над землей. А почему он всех привлечет этим к себе? Потому что это вознесение на крест, это есть его объяснение в любви падшему человечеству. Он умер за грешника. Как сказано в Писании, что мало кто из нас за праведника умрет. А Христос умирает за грешника. И у кого этот факт доходит до ума, да еще подкрепленный благодатью Божией, которую он получил в крещении, его сердце наполняется любовью к Богу, начаток которой лежит в благодарности. И вот с этого момента начинается подлинное христианство. Вся жизнь человека, она становится благодарением Бога. Поэтому каждый христианин, он живет Евхаристией, той службе, которой Христос научил апостолов до своей смерти. Он благодарит Бога всегда, когда есть возможность ежедневно. Вот это главное богослужение Евхаристия в переводе с греческого называется «благодарение». И вот христианство, оно на этом и зиждется, рождается из благодарности, а потом человек благодарит Бога всю жизнь и за скорбь, и за радость. Твердо веруя в то, что от Бога ничего для меня не полезного не исходит. Потому что человек по немощи, по своему маловерию, потому что он не надеется на Бога, Бог для него что-то очень далекое, поэтому он и молится механически, просто автоматом «бу-бу-бу-бу-бу-бу», и также и празднует, также и относится к делам добрым, также и формально читает Евангелие, не стараясь вникнуть, что мне через Евангелие мне лично Господь хочет сказать. Пойдем дальше. «Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью умрет». Предвосхищая свою крестную смерть, он об этом рассказывал, он их к этому готовил, потому что апостолов это никак не умещалось в голове. Как это Бог и умрет за нас, грешников, которые практически ничего не понимают. Но Бог понимает, что дети же разные бывают. У одних ДЦП, другие рождаются глухонемыми, третьи вообще от природы убогие. Но от этого мать и отец не перестает их любить, но еще больше жалеет. Так и Господь жалеет каждого человека. Народ отвечал, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно Вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Он стоит перед ними, они говорят, кто он? Вот такая дебилость и ума, и сердце. Потому что кто этого не переживет в своей жизни? Вот это откровение, то, что Бог открыл для сердца христианство, тот и не сможет им быть. И вот они в таком состоянии не понимают. Но Христос не раздражается, не нервничает. Он все равно старается им это объяснить в надежде, что, может быть, позже. Так это бывает. Тогда Иисус сказал еще. Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруете в свет, да будете сынами света. Он объясняет. Сын Человеческий – это свет. И свет этот – я. И я еще буду с вами очень малое время. И пока свет с вами, веруете во свет. Так же и наша жизнь. Если мы веруем во свет, если мы веруем, что Господь творит нашу с вами жизнь. Господь, если Он нас собрал в церковь, Он хочет для каждого из нас только одного – спасения. Если мы послушаем Господа, Он нас спасет. И мы будем в нем, в его свете, как апостолы втроем на горе Фавор, мы будем освящены этим божественным светом в вечности навсегда. Если же будем продолжать жить по-христиански формально, думаю, что Бог – это как москательная лавка или булочная, где мы можем получать, что нас будет обогревать, освящать. И булочная, в которой мы будем получать хлеб, не сея ни жня нигде, и все это даром. А сами будем продолжать свою жизнь, которая отвращает от нас свет. То с нами ничего не произойдет. И действительно, мы уже люди взрослые, еще не так уж много нам осталось. Мы даже видим и в политической жизни, и в народной жизни, и в нашем теле, которое все насквозь больное, мы приближаемся к развязке. Кто-то еще к своей личной. А скоро мир пришел в такое состояние, что вот-вот уже придет Антихрист, про который нам известно, что он будет только три с половиной года на Земле. Вот. И силы зла, они действуют совершенно открыто. Земная жизнь, она давно превратилась в настоящий ад. Ад и на площадях, и на улицах, и в магазинах, и на местах, там, где люди хлеб свой добывают, и в каждой семье ад. А у нас должно быть наоборот. У нас должен быть свет в сердце, у нас должен быть свет в наших семьях, у нас должен быть свет в приходе, у нас должен быть свет в церкви. Тогда врата ада не одолеют ей. Вот горят несколько лампочек, и светло. Еще маленькую добавил, уже читать можно. Это все как образ того света, который есть Христос. Спаси все Господи! Играет себя. Играетna отendo. Играетเฝли. О 뜨ра?